Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на ИСУ-122С, которая есть сейчас в магазине на продаже за 3000 золота, можно сказать в голом состоянии. В бюро находок данная машина стоит 3 косаря голды и в состав данного набора входит 17 звоночков, я бы сказал, что очень мало, даже для тех, кто их пытается собирать, машина, слот в ангаре, чтобы можно было ее поставить, и открытое все оборудование, которое на седьмом уровне, безусловно, не так уж и дорого стоит, но в любом случае им где-то что-то как-то по серебру сэкономите. Стоит ли машина 3000 голды и стоит ли ее в принципе себе приобретать? С этим будем разбираться. Казалось бы, как правило, нам машины продают либо голые, либо в составе наборов, в которых есть какой-то уникальный внешний вид, в случае с ИСУ-122С здесь нет необходимости приобретать что-то дополнительное, он изначально, этот премиумный танчик, нет, не так, премиумная ПТ-шка, наверное, все-таки тогда уже она, имеет свой уникальный внешний вид, дополнительные обвесики, бревна, всякого рода ящички, сверху стоит пулемет, короче говоря, машина изначально имеет свой легендарный внешний вид, который отдельно приобретать нет необходимости. Единственное, чего хотелось бы сказать, я не всегда согласен с принимаемыми решениями разработчиков в отношении того, точнее с художниками, как машину изобразить. Вот сейчас я, честно говоря, в недоумении, зачем отсюда сняли дополнительное крыло, точнее не дополнительное, а то, которое здесь должно было быть по правой стороне, и особой красоты машине это абсолютно не добавляет. Мне кажется, что более симметрично и красиво было бы, если бы крыло здесь все-таки стояло. Ну ладно, покупаем-то машину в принципе не из-за внешнего вида, не из-за крыла, а из-за того, что машина может. Давайте будем обсуждать орудие. Орудие в принципе комфортное, с учетом оборудования, с учетом амуниции, имеет время сведения в 4 секунды, пускай не сильно добротное, не сильно хорошее, но в целом на времени перезарядки в целых 7 секунд с копейками вполне терпимая цифра. Хотелось бы, конечно, чтобы было лучше, но все-таки, ребят, с учетом того, что мы на 7 уровне имеем целых 400 единиц альфы, я думаю, что такое время сведения абсолютно оправдано, ну и в принципе имеет право на существование, потому что если бы время сведения здесь было меньше, тогда это была бы совсем имба, а не орудие. Что касается урона в минуту, то целых 3300, мало кто из восьмерок может похвастаться таким ДПМом, и это очень круто, здесь не поспоришь. Что касается углов склонений, ничего удивительного, минус 6, плюс 18, в целом нормально, в целом все окей. Что касается бронепробития, тоже достаточно. Что касается брони, поскольку это ПТХ с прямыми бронелистами, здесь приведенок практически нет, выглядит броня вот таким вот образом, танковать нечем, прилетать у вас будет полностью все, что будет в вашу сторону соперниками отправляться. Хочется сразу отметить, что сравнение в данном видео я буду проводить с проходной сушкой 152, и сейчас объясню почему, чуть позже, ну а что касается проходной сушки, то здесь типа брони меньше, но поверьте мне, в бою играются они абсолютно одинаково, что ту, что ту, прошивать буду. Почему сравниваю именно с СУ-152, потому что это тупо два одинаковых аппарата, две одинаковых ПТХи по практически всем характеристикам, та же самая скорость, все то же самое в отношении сведения у ВНов, единственное, что разброс типа немножечко больше у СУ-152 проходной, но поверьте, вы этого не почувствуете однозначно. Ну а что касается орудия, ребят, то здесь просто два брата-близнеца. И здесь сразу у нас возникает вопрос, а стоит ли платить 3000 золота за приобретение, по большому счету, просто проходной СУ-152. Кто-то скажет, да, потому что на ней можно фармить, но давайте будем говорить откровенно, 150 процентов это действительно тот коэффициент фарма, ради которого стоит покупать себе машину. Может имеет смысл доложить немножко голды и купить себе восьмерку, которая будет фармить хотя бы с коэффициентом 170-175 процентов, а не 150. Ну здесь уже, ребят, на любителя и в зависимости от того, кому что нужно. Что касается процента по победам, то здесь 52 процента и особой популярностью, ребят, машина не пользуется. 180, грубо говоря, игроков играли на ней за последнее время. И это неудивительно, потому что, как я уже сказал, с таким же успехом играть можно на 152-й СУ-шке и получать абсолютно те же самые ощущения от боев. Мне кажется, что машины стоит приобретать не только для того, чтобы на них фармить, но и для того, чтобы на них получать какие-то новые ощущения. Если же новых ощущений премиумная или коллекционная машина вам не дарит, то это глупая покупка с вашей стороны. Справедливости ради стоит заметить, что ИСУ-122С обладает самым ДПМным орудием, ну если не считая брата-близнеца 152-го, самое ДПМное орудие на уровне. Это действительно так и есть. Связано это с тем, что комфортное время перезарядки в 7 секунд надетое на целых 400 единиц альфы. Да, есть ребята, которые могут делать альфу больше, в частности Виндикатор может сделать целых 640 альфы, но все-таки там совсем другое пробитие и орудие косое, ну прям как мой сосед на пьянке. Ну а что касается второго, кто может делать больше, то 460 единиц альфы выдает наш великолепный Эмиль. Но все-таки, ребят, немножко другой геймплей. Что же касается ИСУ-152, то поскольку мы с вами обсудили все, что можно было обсудить стоя в ангаре, я думаю, что самым правильным будет забыриться в первый попавшийся бой, ну и попытаться машину реализовать. Чего я жду от того боя, в который мы сейчас заходим? Я жду исключительно тех же самых ощущений, абсолютно тех же самых привычных углов склонения орудия, точности альфы и ДПМ, которые есть на ИСУ-152, которую я с удовольствием прошел. Машина очень хорошая, очень годная на своем уровне. И, друзья мои, услышьте меня и поймите меня правильно. Особенно те ребята, которые обладают данной машиной и в комментариях будут иметь желание написать мне по поводу того, что я зря нагнал на ИСУ-122С, что это крутая машина и что я в чем-то там не прав. Так вот, услышьте то, что хочу вам донести. Я не говорю по поводу того, что ИСУ-122С это плохая ПТХа. Я не говорю о том, что она бестолковая. Я не говорю о том, что она никудышняя и ее не стоит покупать. Я говорю о том, что она ничем не отличается от проходной ПТХи. И, соответственно, не вижу смысла тратить на точно такую же машину, которую можно получить по большому счету бесплатно. Ну, то есть, открыть ее и за серебро себе ее приобрести. Не вижу смысла за все то же самое платить голдой. Ну, это как, не знаю, там автомобиль Ланос. Вы можете приобрести себе за 3000 долларов. Или вы можете приобрести себе, даже нет, не так. Вы можете получить бесплатно от своего деда или от своего отца автомобиль Ланос. Или можете приобрести его за 3000. Только лишь потому, что он будет называться Ланос Спорт. У него будет, там, я не знаю, в данном случае, с учетом обвесов, какой-нибудь спойлер сзади. Дополнительные противотуманные фары, врезанные в бампер. И пара каких-то дополнительных, там, плюшек, типа, от Спорта. Но, по большому счету, этот Ланос будет ехать точно так же, как дедовский, либо отцовский Ланос, который вы можете взять бесплатно покататься. Вот где-то приблизительно вот такая мысль у меня блуждает в отношении ИСУ-122С. Машина, как я уже сказал, безусловно, годная. Она очень хорошо передвигается по карте. У нее достаточная маневренность. Как видите, вправо-влево машина принимает очень четенько. Машина обладает хорошим уронным орудием, которое действительно накидывает большое количество альфы за выстрел. Обладает стандартной для советской техники точностью. Ну и я бы сказал, что довольно-таки нормальным пробитием, которое, в принципе-то, и улучшать не нужно. Но, как я уже говорил, все то же самое вы можете найти в бесплатной версии данной машины, которая стоит в ветке исследования на седьмом уровне. И если вы идете по данной ветке или хотите себе вот такие вот ощущения от боев, то, в принципе, вы все то же самое можете получить. Время сведения. Как я говорил, нормальное. Четыре секунды. Да, это не три секунды. Да, безусловно, ощущения абсолютно другие. Немножко долговато. Но с учетом того, какую альфу вы забрасываете, то в целом, ребят, это вполне себе нормальная цифра. Ну что, поехали, попытаемся чего-то сделать. Сейчас попадем немножко под раздачу, но хочу попытаться вот этого вот товарища отправить в ангар. Успеть перезарядиться. Время перезарядки здесь крайне комфортное. Подъехать к вот этому вот товарищу, забрать его в ангар. Теперь развернуться и поехать еще забрать Е-25, который пытается где-то там как-то покрутиться. И, скорее всего, меня выцелить. Здесь играем на перегонки и побеждаем. Таким образом, четыре фрага практически ничего не делая. Именно благодаря тому, что разовый урон у данной машины на седьмом уровне просто шикарен. И вы действительно можете ездить, добирать не то чтобы недобитков, да, как сейчас М41, а с бульдога остался с 90 там с копейками хпшки, а добирать ребят, у которых чуть больше трехсот единиц хп, и вы смело отправляете их отдыхать в ангар. Повторюсь еще раз. ИСУ-122С. Машина годная. Машина хорошая. У нее очень классное орудие. У нее очень хорошая динамика. У нее великолепная подвижность. И у нее стандартная для сушек в большинстве своем картонность. Но все те же самые, ребят, показатели вы можете найти в проходной версии. Именно поэтому я не вижу смысла и никогда не видел смысла приобретать данную машину. Можно ли реализовать полностью заявленный высокий ДПМ? Можно, ребят. Для этого необходимо, чтобы вы на карте попали туда, куда нужно и работали по засветам ваших союзников. Ну а точность орудия и скорость перезарядки однозначно подводить вас, как правило, не будет. Скажем так, на 20 выпущенных снарядов, я думаю, минимум 18 достигнут своей цели туда, куда вам нужно. Вот такая вот она ИСУ-122С. Если вы за честные обзоры на технику, обязательно подписывайтесь на канал по вот этому желтому шельдику в правом нижнем углу. Ну а я стараюсь для вас и побежал снимать новое видео. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok